Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня 21 февраля, вторник, и начинаем наш Украинский брифинг. Перейдем к итогам вчерашней торговой сессии. Несмотря на то, что вчера были праздники в США и Канаде, и должного уровня волатильности не было на протяжении всего дня, тем не менее, было несколько интересных событий, и можно отметить ряд движений, на которых можно было заработать в ходе вчерашней торговой сессии. И, опять же, в силу отсутствия американских участников рынка, американских трейдеров, мы не видели каких-то захватывающих продолжительных движений, либо мощных импульсов. Но, тем не менее, из тех активов, которые вчера хоть сколько-нибудь ходили, можно выделить британский фунт. Пара фунт-доллар была, как обычно, более волатильна, нежели остальные валютные пары. А также нас порадовала нефть. Мы вчера говорили о том, что рост нефти может продолжиться. В силу того, что в пятницу мы увидели очередной ложный пробой уровня поддержки, и цена на несколько часов оказалась ниже своей ключевой отметки 55-50 долларов за баррель. Но затем покупателям удалось вернуть актив выше этого уровня. И вот вчера мы увидели некое продолжение этой тенденции. И можно сейчас уже говорить о том, что нефть закрепили выше уже следующей отметки. Выше уровня 56 долларов за баррель. Но пока что рано делать выводы о том, что нефть будет исключительно расти. Мы вчера много об этом говорили. В частности, отметили, что пока еще мы находимся в условиях боковой консолидации по нефти. И несмотря на косвенные признаки того, что более вероятно будет движение вверх, тем не менее открывать сделку с даже своим средним объемом, под своей средней позицией пока еще рано. То есть можно делать лишь осторожные покупки с довольно небольшим объемом, при этом следить за уровнем риска. То есть ставить стоп-лосс ближе к текущему уровню цены. Опять же при наличии хорошей точки для входа. Что касается британской валюты, то вчера в силу отсутствия, опять же, американских участников рынка мы видели, как фунт рос. Было еще несколько довольно позитивных новостей из Великобритании. Но вот вся проблема в том, что сегодня этот позитив может закончиться. Мы чуть позже об этом поговорим. И дело в том, что сегодня ожидается очень важное событие в Великобритании. И вот, пожалуй, все из того, что было вчера. Мы видели еще небольшие движения по золоту. Мы рассчитывали вчера, что оно будет снижаться. Но вот нашло золото свою поддержку. Там также можно отметить формирующийся, сужающийся треугольник. И вот то снижение по золоту, которое мы ожидали в ходе вчерашней торговой сессии, оно состоялось сегодня утром. Нужно отметить, что вчера мы также рассчитывали на снижение по основным валютным парам. Это евро, доллар и фунт, доллар. Но вот в силу того, что волатильности не было и объемы были совсем небольшими, вот эти движения мы уже увидели сегодня в ходе открытия и торговли на азиатской сессии. То есть, по сути, то, что мы предполагали увидеть вчера, по причинам, которые уже были обозначены нами, состоялось именно сегодня. Вот поэтому у нас есть шансы на продолжение тех тенденций, которые были намечены. Но, что называется, обо всем по порядку. Если мы отметим ключевые уровни по паре фунт-доллар, прежде всего, то здесь стоит сказать, что покупки по паре фунт-доллар можно начинать только в случае закрепления выше отметки 1.2480. Сейчас это главный ориентир для продавцов, потому что именно оттуда начинали продавать довольно большими объемами вот несколько дней назад. И в то же самое время это хороший ориентир для покупателей, потому что в случае пробоя этой отметки нас будет ожидать дальнейший импульс и движение цены. То же самое касается евро. Есть отметка в 1.0620 и пока мы находимся ниже нее, нет никаких оснований полагать то, что продолжится рост по паре евро-доллар, которого мы не видели с января этого года. Особое внимание уделим нефти. Вновь поговорим о том, каковы перспективы этого актива. И сегодня хотелось бы сделать небольшое вступление в сторону нефти сорта WTI. Мы знаем, что наиболее часто используют с трейдерами в торговле нефть марки Brent и в силу этого она более носит регулятивный характер, то есть движения по сорту Brent обычно более грязные, что называется на трейдерском сленге. То есть мы можем видеть выносы стопов, резкие движения в ту или другую сторону. Вот то, что мы наблюдали на прошлой неделе. Что касается нефти сорта WTI, то если вы увидите этот график, в МТ4 он называется US Oil, то можете обратить внимание на то, как довольно чисто этот актив подгоняют сейчас к верхней границе. Там формируется боковой канал, тоже довольно уже давно, но вот несколько более технично двигается именно этот сорт нефти. И сейчас мы можем видеть по этому активу, как он тестирует свою верхнюю границу этого канала. То есть все идет к тому, что вполне вероятно мы увидим пробой до верхней границы, но в то же время не стоит забывать, что и объемы на продажу именно от этих уровней довольно большие там находятся. Поэтому, опять же, пока не стоит торопиться с накрытием сделки, а нужно подождать более точного сигнала. То есть либо заходить уже в рынок по факту пробоя этого уровня, либо пытаться продавать, но при этом ставить короткий стоп-лосс за верхнюю границу этого канала. Повторим еще раз, все идет к тому, что более вероятен будет пробой этого уровня. Поэтому с продажами нужно быть более осторожным. Что касается дня сегодняшнего, мы увидим гораздо более насыщенный новостной фон, нежели вчера. И даже по сравнению с прошлой неделей сегодня будет на что обратить внимание. Прежде всего день начнется с того, что мы увидим макро-статистику по Германии. Будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере. Это довольно важный показатель не только для Германии, но и для всей еврозоны. Потому что Германия является локомотивом Европейского союза и экономики еврозоны. И опять же с большим вниманием к этому событию отнесутся все крупные участники рынка. Отметим, что данный индекс деловой активности по Германии на протяжении последних месяцев и даже лет постепенно увеличивается. То есть растет, показывая довольно позитивные данные для Германии. И вот все идет к тому, что и сегодня мы можем увидеть довольно позитивную цифру. Но здесь нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что хоть и сам показатель чаще всего растет во протяжении последних месяцев. Но при этом прогнозы экспертов всегда несколько выше, чем фактические значения. То есть цифра выходит хоть и больше, чем предыдущая, например. Но при этом она все равно не дотягивает до того уровня, на котором ее ожидали увидеть. И это означает, что при общем позитивном настрой по отношению к этому показателю, мы сможем увидеть, вероятно, вполне импульс именно вниз по паре евро-доллар. По крайней мере в какой-то момент, краткосрочный может быть, но вполне мы можем видеть движение вниз. Тем более, что пока сегодня в последние часы евро-доллар корректируется вверх после снижения в ходе азиатской сессии. Поэтому здесь все будет зависеть и от этой новости также. Еще раз повторюсь, большим вниманием смотрим за индексом деловой активности по Германии сегодня. В 11.30 по московскому времени это будет. Далее нас будет ожидать куда более важное событие, но в масштабах уже Великобритании. Будет выступление главы Банка Англии, Карни в 13.00 по московскому времени сегодня. И что самое интересное, в это же время будет еще и слушание отчета по инфляции в Великобритании. Мы уже отмечали в одном из предыдущих брифингов тот факт, что в Британии сейчас намечены негативные тенденции относительно инфляции. И вполне возможно, что Банк Англии пойдет на изменение процентной ставки вновь. Напомним, что в прошлом году Банк Англии снижал свою ставку после референдума и предполагаемого Brexit. И запускал отчасти программу количественного смягчения по аналогии с еврозоной. То есть накачивал экономику ликвидности, если говорить более профессиональным языком. И вполне мы можем увидеть уже в ходе ближайшего заседания Банка Англии очередное изменение процентной ставки. Вот на эту ситуацию свет прольет сегодняшнее выступление главы Банка Англии, Карни. По крайней мере, мы надеемся услышать от него конкретные предложения и свое видение по экономике Великобритании. Опять же, в течение 1-2 часов после начала этого выступления по паре фунт-доллар будет повышенная волатильность. И нужно быть осторожным с открытием позиций большего объема, нежели вы обычно используете в торговле. И, конечно, следить за рисками, потому что могут быть резкие импульсные движения, причем в обе стороны. Опять же, мы уже не раз видели, в том числе в этом году, как в ходе какого-то выступления важного представителя США, например, либо еврозоны, происходят сильные движения, причем и в ту, и в другую сторону. Поэтому вот внимание инвесторов, их настроение может очень быстро меняться. К этому нужно быть готовым. Далее, сегодня мы услышим речь сразу трех членов ФОАФОМС, причем несколько из них будут голосующими в марте на заседании ФРС США. И здесь главный интригой находится в том, будут ли их заявления столь же оптимистичны, как и ранние выступления представителей регулятора США. На прошлой неделе мы отмечали, как в последнее время стал преобладать оптимизм в их речах. Они считают, что в целом в экономике США сейчас все в порядке, ничего не угрожает стабильности экономического положения штатов. И вот интересно будет посмотреть, как сегодня будут выстраивать свое выступление, какие тезисы будут использовать именно выступающие сегодняшнего дня. Что касается в целом торговой сессии вторника, то есть сегодняшнего дня и то, как стоит себя вести, то еще раз отметим, что сегодня очень многое будет зависеть от тех фундаментальных оснований, тех данных, макростатистики и тех высказываний, которые сделают сегодня Карни, глава банка Англии и представители ФОАФОМС США. Поэтому нужно быть готовым, подчеркнем это еще раз, это можно упомянуть не один раз, то, что сегодня нужно готовиться к повышенной волатильности, а значит следить за своими рисками, чтобы, опять же, один торговый день не повлиял негативно на, скажем, вашу торговую тенденцию, статистику недели, месяца и так далее. Что касается пары с российским рублем, пары доллар-рубль, скажем несколько слов и о ней, в ходе вчерашней торговой сессии также мы не видели должной волатильности, находились в очень узком боковом канале, мы отмечали, что есть важный уровень 59 рублей за доллар. И на самом деле сейчас мы видим, что начало не очень позитивное для американской валюты, рубль имеет шанс употребляться сегодня. Но здесь нужно сделать еще такое замечание, сегодня мы увидим цифры по России в том числе, это будет объем различных продаж и данные по безработице. Конечно, по-разному можно относиться к этим цифрам, учитывая, что некоторые критикуют наш регулятор и тех, кто считает эти показатели в том, что методики подсчета отличаются от признанных, скажем, на Западе. Но тем не менее, на эти цифры обращают серьезное внимание в том числе западные инвесторы и участники российского рынка, поэтому вот опять же нужно будет учитывать и держать в голове тот факт, что сегодня будут опубликованы эти цифры. Они могут вполне оказать влияние как на курс российского рубля, так и на индекс, на российский индекс. Поэтому будем следить за новостями. Всем успехов в торговле и до свидания.